Песни, которые мы любим. Песни, которые мы вспоминаем. Песни, которые живут с нами. Программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Всем большой привет, дорогие друзья! И, как всегда, говорим о Нью-Йорке, о самом прекрасном городе мира. Но, если бы я не была в этом уверена, я, наверное, бы не вела эту программу. Как всегда, желаем зеленого света всем водителям на всех дорогах города и хорошего, отличного настроения. Сегодня буду рассказывать о том, о чем должна рассказывать. О достопримечательностях Нью-Йорка, например, о музеях, о концертных залах. Помните, как говорила госпожа Калугина Шурочки из бухгалтерии? Вот вернитесь на свое рабочее место. Вот и я так же. Все о книгах, да о книгах, да сколько же можно. О книгах читать я по-прежнему обожаю. Хочу рассказать о том, что происходит в нашем прекрасном, отличном городе. Вчера, наконец-то, выбралась в Манхэттен на спектакль «Ноттердам де Пари». Получила большое, огромное удовольствие. Я вообще вот этот плаза перед Метрополитен Опера, где зимой елка, а летом фонтан. И сейчас там такой какой-то шар крутится, как на дискотеке. Кофеек можно попить, перекусить. В общем, это вообще одно из моих самых любимых мест на Земле. Да, да, подчеркиваю. В общем, «Тоску по Парижу» заменили прекрасным мюзиклом, который привезла канадская труппа. Очень много звучало русской речи в театре. Но самое главное, сзади были французы. Они обсуждали спектакль. Я ничего не понимала, но мне было хорошо. В общем, спектакль на сцене. И за спиной тоже говорили на французском. И сегодня я решила поговорить о том, куда же все-таки пойти в Нью-Йорке. Потому что я думаю, что ко многим приехали гости. И вчера я посмотрела, что туристов меньше, чем в обычные дни, скажем так, года до короны. Но, тем не менее, город, мне кажется, оживает. Он становится лучше. Хотя, честно говоря, какие-то вещи немножко меня огорчили. Например, платный паркинг. Хотя такой вам лайфхак даю. В воскресенье можно около Линкольн-центра найти абсолютно спокойно паркинг. Так что, ну, у меня был куплен жетон со скидкой. Но все равно можно было бы поискать и бесплатный. Ну, вот паркинг, нам сказали, работает только до 12. Старбакс рядом был закрыт. Пара бездомных у этого закрытого Старбакса валялась. Но, тем не менее, вот эта абсолютная свобода, вот когда я вижу людей одетых, потому что некоторые идут такие а-ля фрики одеты, некоторые олд мани, некоторые идут одеты так как будто из комиссионки, некоторые очень ярко и красиво. Вот мне кажется, вот эта свобода, это кто-то говорит, а, это безвкусие, это Нью-Йорк, кто как одет. Нет, это и есть та свобода, о которой мы говорим. И поэтому я вас все-таки приглашаю приехать в Манхэттен, хотя и богу, Бруклин южный я тоже очень люблю. У меня в соседнем дворе китайцы такого там насажали. У меня такое впечатление, что на какой-то китайской плантации по утрам делают они тайчи. И это тоже Нью-Йорк. И такой Нью-Йорк с такими в южном Бруклине, например, с такими всякими кабачками, китайскими огурцами и тыквами, он мне тоже очень нравится. Но все-таки давайте в Манхэттен с вами отправимся. И для кого-то этим летом, может быть, у вас, хотя мы в Нью-Йорк, New Year Resolution, то, что мы хотим сделать, мы обязательно планируем обычно 1 января по достатке селедки под шубой и салата о лике. Но, может, кто-то из вас на это лето запланирован ввиду отсутствия средства или личного любопытства сам стать гидом для своих гостей. Поэтому, возможно, мои советы вам, конечно же, понадобятся. Ну, вот, например, молодым гостям, конечно же, нужны бутики Сохо, рестораны, ночные клубы. Он действительно, Нью-Йорк все равно продолжает бурлить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вопрос такой у нас не куда сходить, а как успеть в Нью-Йорке по максимуму. Потому что, ну, это действительно такая мировая столица. И здесь великое множество концерт-поп-звезд мирового уровня. И вот я хочу сказать сегодня о своем любимом зале. Это Мэтт-опера. Я вчера была. Это своего рода музей под открытым небом. Напоминаю, что оперный сезон длится с апреля по октябрь. Извините, простите, работает с сентября по апрель. С ежедневными спектаклями в этот период времени. Но ежегодно с мая по июнь период мировых гастрольных туров. Обычно это балет. Посмотрите на сайте Мэтт-опера. Расписание. И солисты и дирижеры приглашаются вообще на контрактной основе. Я сейчас говорю об опере. А оркестры хор работают на постоянной основе. Вот я слышала, что у них такой мощный профсоюз, что никогда из хора практически человека не убрать. И иногда звезды получают даже меньше, чем люди в хоре. Все спектакли, еще раз говорю, исполняются на языке оригинала. Мировая классика. Верди, Пучини, Штраус, Моцарт, Вагнер. Ну и такой, конечно же, наш Чайковский, Мусоргский, Пиковая дама, Евгений Онегин, Борис Годунов. Изначально Мэтт-опера здания располагалась на Бродвее. В здании по проекту архитектора Кливленда Кейди построен был театр. И открылся для зрителей оперы Фауст. Ну а потом был большой пожар. Пожар вообще это был бич в развитии Нью-Йорка. Нью-Йорк очень часто горел. Поэтому у нас так мало старых зданий. И вот он случился в 1892 году. И после реконструкции Мэтт-опера еще долго время существовало на своем старом месте. И только в 1966 году была перенесена в специально отстроенное новое здание в Линкольн-центре на свое место. Приезжайте пораньше. Если вы идете на тот же, например, концерт, на тот же мюзикл, еще неделю идет Ноттердам и Пари, приезжайте пораньше, погуляйте, зайдите в кафешку. Напротив замечательную пиццу готовят. Люди приезжают из-за границы. Ну, чтобы посидеть Нью-Йорк и попробовать пиццу именно там. Пару замечательных французских и итальянских ресторанчиков. Здесь же Эмпайр-отель, где останавливался Маяковский. В общем, история на каждом шагу. И, конечно же, кофе попивать вот на этой плазе перед Метрополитен-опера, наслаждаться полотнами Шагала, гармония музыки, торжество музыки. Оно того стоит, чтобы приехать в Нью-Йорк. Итак, вот вы, например, получили билеты каким-то образом и пошли. 18 сентября в этом году, по-моему, открывается сезон. И Питер Гелб, генеральный менеджер Метрополитен-опера бессменный, был еще Ливайн, но там были обвинения в секшуал-харрасмент. И, по-моему, нашего старикана, по-моему, уже не вернут за дирижерский пульт. Но что делать? Времена у нравы. И он делает все, Гелб, чтобы люди могли каким-то образом билеты купить подешевле, на Family Circle, да, смотреть высоко, но слышно же прекрасно, прекрасная акустика. И вы видите, конечно же, бархатный занавес, занавес главного зала оперы, который весит более 300 килограммов. И 3900 посадочных мест, кроме основной сцены, имеются три малые, вспомогательные. И не волнуйтесь, если вот всегда есть второй состав, вот было там астма, астма или что-то произошло, опс, только занавес закрыли, уже вышел дублер, да. Но, дай бог, никто болеть не будет, ни на сцене «Метрополитен», ни у нас, и никакая зараза в виде короны, тфу-тфу-тфу, к нам не вернется. Основная сцена «Метрополитен оперы» принимала такие мировые имена, как Короза, Шаляпин, Джильи, Вишневская здесь пела, Анна Нетребко. И спектаклями руководили такие мировые дирижеры, как Моттель, Маллер, Тосканини. Поэтому очень хочу, чтобы вы сюда пришли, или сейчас, летом, посмотреть балет, или послушать оперу уже начиная с сентября. Ну, а с развитием новых технологий в 2006 году театр транслирует все свои постановки в режиме реального времени во многих странах, вот в цифровом вещании, в качестве high-definition я вам очень-очень рекомендую. Ну, лишь напомню, что еще замечательная площадка – это «Корнеги Холл», когда его открывал не кто-нибудь, а сам наш Петр Ильич Чайковский, который, между прочим, по версии Spotify был самым скачиваемым композитором, и во время «Короны» был его такой огромный портрет на Times Square. Вот все-таки классика, она не пропадает. Ну, сегодня я хотела бы поговорить о двух метах, а именно иногда «confusion», как у нас тут говорят, происходит какая-то путаница, потому что любовно нью-йоркцы и туристы, и американцы из других городов метом называют, и «метрополитен опера», о которой я вам сегодня рассказала, и настоятельно предлагаю туда пойти. Кстати, там работает магазин сувениров потрясающих. «Метрополитен опера», я вообще рекомендую обратить внимание, как лайфхак, если вы действительно цените своих родных, близких, и хотите что-то подарить, ну, если, скажем, не уникальное, конечно, но «limited edition», так сказать, ограниченная коллекция, идите в магазины при музеях, при театрах. Это просто какие-то потрясающие, ну, например, такие коврики, «table plates» под ваши тарелки, если у вас, например, стеклянный стол в виде каких-то картин или сцены из опер, такие же «Макс», кружки, очень интересные сумки в виде, там, такая карта метро. Это очень стильно, это очень по-нью-йорке, по-нью-йоркски, и, поверьте, будет человек, который это все будет принимать, будет очень рад. Поэтому сегодня я, конечно, опять говорю после «Метрополитен опера», «Метрополитен опера», хочу опять поговорить о музеях Нью-Йорка, а именно о «Метрополитен музее», моем любимом и вашем, надеюсь, тоже. Друзья, музей «Де Мет» содержит одну из самых больших коллекций искусства в мире, четвертый по посещаемости музей, расположен он все-таки еще в среднем в Манхэттене, в так называемой музейной миле Нью-Йорка, и многие наши нью-йоркцы шутят, что легче стать сенатором от штата Нью-Йорк, чем купить квартиру на музейной миле, потому что там не только деньги и репутация, а вот очень важно, что музейная миле – это участок 5-й эвеню от 47-й до 107-й эвеню. Обо всем об этом вы можете рассказать самому себе, любимому своим гостям, своим детям, своим друзьям, и, конечно же, в Мэтт надо обязательно отправиться. Музей начинает свою историю 20 февраля 1872 года. Он тогда размещался на 5-й эвеню, но в другом здании, который арендовал. И вот в конце 19-го века власти города решили выделить музей участок земли не где-нибудь, а на территории Центрального парка, где американский архитектор Келверт Во спроектировал огромное здание в готическом стиле. Ну, потом там перестраивали его. Сегодня здание Мэтта является национальным историческим достоянием США, и собрано 19 независимых секций. И когда вы приходите, вы, конечно же, видите имена художников, которые не знаете. Нет, это не имена художников, это имена дарителей, которые отдавали свои коллекции. И я, например, очень люблю египетскую секцию, одна из самых богатых в мире. Ну, уступая разве что самому Египту с его пирамидами. Секция искусства Азии. И, конечно, мои любимые американские картины и скульптура. Посмотрите, здесь и первый портрет Джорджа Вашингтона. Одного. Вот возьмите, вытащите сейчас доллар, если вы не в музее Метрополитена. Наш доллар. Посмотрите на портрет Джорджа Вашингтона Гилберта Стюарта. Видите, как один и третий человек. Да, да, это наш отец нации. И, конечно же, картины Самуэля Морзе здесь, портреты. Мы-то его знали как человека, который изобрел азбуку Морзе. Он еще, оказывается, был прекрасным живописцем. Искусство Африки, Океане и Америки. 11 тысяч предметов. Также музей костюма. Европейская живопись. Да, конечно, небольшое собрание. 2 тысячи 200, но шедевров, шедевров. Представьте себе, только 37 работ Моне. 21 полотно Сезана. 18 картин Рембрандта. Мой любимый, конечно же, Вермеер, Ван Гог, Латур, Жан-Луи Давид. И Мадонна с младенцем, кисти дубки. Стоило музею, ни много ни мало, 45 миллионов долларов. И секция современное искусство. 10 тысяч работ, в том числе, конечно же, и Пикассо. Ну, не сходить сюда, это все равно, что в Париже, не сходить в Лувра, в Питере, в Эрмитаже или в Мадриде, в Прадо. И тут suggested admission, то есть сколько сможете, столько и заплатите. Эй, друзья, так как где-то полгода, наверное, я говорила бесконечно в этой программе о книгах, то сегодня, говоря о Метрополитен-музее, я хочу начать с книги. Если кто-то не слышал мою программу, где я рассказывала о романе Донны Тарт, который просто меня потряс, и я думаю, ну, еще кто-то для себя будет открывать этот роман. Не зря получена полицеровская премия. Донна Тарт пишет 10 лет. Один роман у нее нет, у нее такое плетение словес. Прямо, я думаю, точно вот любила Набокова и Достоевского. И точно она в интервью сказала, что это были ее любимые писатели. В общем-то, Метрополитен-музей никогда не жаловался на отсутствие публики в его залах. Но в 2014 году, после того, как вышел Щегол, туда началось настоящее паломничество, потому что народ шел посмотреть на легендарное полотно Карла Фабрицио со Щегол. В книге главный герой Тео Деккер, который смог выжить после теракта в музее, так понимаю, в Метрополитене, выносит эту картину из музея. Каково же было разочарование, дальше я спойлерить не буду, что произошло с мальчиком из картины, когда туристы узнавали, что это всего лишь литературная мистификация. В реальности Щегол всегда хранился в Королевской галерее Маориц Хьюйс в Гааге. И что вот интересно, кто смотрит наши передачи, они только слушают. Вы сейчас видите картину Щегол. Вот она у вас на экране. И что интересно, эту картину, вот как вообще, вот так думаешь, ну вот как писатель, ну что, вот он там свое яйцо в смятку ест с утра, или писательница, ему приходит в голову какой-то гениальный шедевр. Это интересно, потому что Донна Тарт была с турне, вот как и звезды музыкальные, да, те же, молодожены Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, опять поженились. Вы посмотрите на них. Вот они отправляются, например, в турне, а можно же, да, хороший пиар-ход. Поженились опять, поехали в турне. Также и, чтобы популяризировать свои книги новые, отправляются в турне и писатели. И вот отправилась в турне Донна Тарт с тайной историей. И когда она была в Нидерландах, она увидела эту картину, и вот из этого вышел замысел этой книги, которую она писала 10 лет. Так что Карл Фабрициус Щегол, трагическая судьба у этого художника. И все-таки, увы, Полотин Фабрициус в Метрополитоне нет, зато там есть работа его ученика Яна Вермиера. Вермиер, король света, о нем я очень много рассказывала, слава богу, из 36 работ Вермиера, очень многие находятся в Америке, замечательно. Его отец занимался шелками, картинами, он стал отменным художником, и ткани на всех его картинах, кстати, выписывал с особой любовью. Но мне кажется, его основной лейтмотив – это свет, потому что в любой картине свет. И вот здесь взгляните, 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 друзья. Вот она картина, если вы нас смотрите по телевизору, молодая женщина с кувшином воды. Сюжет невероятно прост, но как выписаны детали. Опять же, этот прекрасный свет, и мы можем разглядеть даже шляпки гвоздей в спинке стула. Сложную фактуру покрывала на столе, покрывала вместо обычной полотняной скатерти. Тогда это был признак очень зажиточной семьи. Горящую медь кухонной утвари. Даже стена не белая, в ней художник соединил множество оттенков до миллиметра, выверив каждый штрих и нюансы падения света. Гений, что говорить? При жизни, увы, не был признан. Ищите этот шедевр. Когда я была, последний раз реставрировали зал, и поэтому голландцев несправедливо, Вермеер несправедливо был внизу. Я надеюсь, уже его подняли обратно на его этаж, и справедливость восторжествовала. Питер Брейгель-старший. Вот люблю, обожаю эту картину. Почему-то называют этого художника мужицким. По одной версии, потому что он предпочитал изображать преимущественно крестьян, а по другой, потому что сам был крестьянского происхождения. Его жатва лета. Это сейчас признанный шедевр, но писал он ее в качестве иллюстрации к календарю. Тогда было принято украшать календарей изображением сезонных работ. Жатва, по всей видимости, соответствовала августу. У нас тоже сейчас есть тематические календари. Мало что меняется. Понимаете, нам все кажется, что мы идем вперед. Ну, может быть, в плане гаджетов, да. А так и у нас тоже сейчас тематические календари. Только если у нас такие гениальные, как Питер Брейгель-старший. Не знаю, не знаю. Картина жатва. Остановитесь, посмотрите. И Эль-Грек. Вид на Толедо. Его Толедо. Эль-Грек вообще прозвище. Ставшее узнаваемое, чем его имени. Все его так и знают. Он вообще родился греком. Он родился на греческом острове Крит. Но всю жизнь он прожил в испанском Толедо. Он прославил этот город. Я знаю, у меня есть такой знакомый искусствовед. Уже мужчина пожилой. Он говорит, как только я приехала в Толедо, я сразу же стал искать этот вид и не нашел. В общем, прославил Эль-Грек и этот город. И, во-первых, это гениальная картина, потому что это один из двух сохранившихся пейзажей Эль-Грека. Во-вторых, чуть ли не первый в истории живописи пейзаж как самостоятельное произведение. До этого считалось, что пейзаж может быть лишь фоном для основного сюжета. Правда, точность расположения объектов гений себя не утруждал. Дворец Аль-Кассар и Толедский собор видны одинаково и хорошо, так и да, как в реальности колокольня собора скрывается за замком. Но такую вольность зрители ему упростили, зачарованной невероятным сочетанием свинцовых, зеленоватых и сиких тонов. И я, конечно же, тоже мечтаю побывать в Испании. И мечтаю, ну, кто знает, может быть, и найти этот вид на Толедо, который мы видим. Или хотя бы что-то похожее. Вот так и манит, искусство рождает в тебе страсть к путешествиям. Нельзя пройти мимо Рубинса и его Венеры, конечно. Вот если вы пойдете, а я уверена, что вы пойдете к компрессионистам, мимо этой картины вы на втором этаже не пройдете. На третьем. Да, или на втором, на третьем. Питер Пауле Рубинс творил, как бы сейчас сказали, в стиле бодипозитива. Даже есть такое понятие, рубинсовская женщина. На сюжет из «Метаморфоз о виде» он написал несколько полотен. И вот версия представленная одну хранится в Эрмитаже, а здесь представленная в Мэте достаточно сильно отличается. У нас тоже в Эрмитаже Венера. Здесь Венера пышнотелая, жаждет отдать себя простому смертному, в которого влюбилась без памяти. Но Адонис, все-таки его больше манит охота. Знаете, как в современном мире мем такой, «Ты опять на рыбалку, а я тебе пирог испекла, люблю тебя». Да, его манит охота. И уже здесь каждый сам решает. Он оттолкнет богиню к бедру, которой протянута его рука. Ну, я думаю, что вы можете почитать легенду, вернее миф, мифологический сюжет, который за этим стоит Венера и Адонис, 1630 год. Как вы считаете, кстати, он оторвется от нее или нет? Ну, а к особо интересным и любопытным, конечно же, я предлагаю прочитать все, что связано с этой картиной и как заканчивается на самом деле этот сюжет, если о нем прочитать. Так, да, Сократ. Сократ мой друг, но истинно дороже. Жан Луи Давид. Тот самый случай, когда политика и искусство оказываются вещами совместимыми. Мы, кстати, очень много знаем художников нынешних, которые обласканы властью. Это все не ново, как я говорю. Человечество не меняется. Ну, в общем, вернемся к Жану Луи Давиду. Сперва он стал соратником Робеспьера и Маората, без колебаний отдал свой голос за казнь Людовика XIV, что не помешало ему через некоторое время пылко поддержать ставшего императором Наполеона и заслужить звание первого художника Франции. Его полотна, ну, играли, наверное, ту же роль, что и агит плакаты Маяковского после революции. Кстати, другая картина другого художника, Делакруа, вдохновила, вот, свобода, идущая на баррикады, вдохновила Бартольди на создание нашей статуи свободы. Ну, ладно, я отвлеклась. Давайте все-таки вернемся к картине «Смерть Сократа». Сюжет для полотна он не случайно выбрал, потому что, наверное, считал, что искусство должно быть очень идеологизировано. Несправедливо осужденный Сократ предпочел выпить чашу с ядом и не оправдываться перед врагами. Он обращается к ученикам с прощальным словом, а рука уже тянется к чаше с ядом. Но застыло в нескольких миллиметрах, потому что, увлеченный общением с учениками, он будто бы забыл о смерти. По замыслу Давида, французы, глядя на это полотно, должны были укреплять свой дух и идти до конца в борьбе, не страшаясь смерти. Ну и как же без Пикассо? Конечно, он у нас представлен и в Момо, и вообще о его периоде дружбы с Гертрудой Стайн можно много говорить. Это один вообще из самых плодовитых художников 20 века. Выбор полотна очевиден, почему я выбрала его, хотя могла рассказывать о своем любимом Ренуаре, например. Гертруда Стайн была одной из самых известных американских писательниц. Она портрет переписывала он бесчетное количество раз, пытаясь добиться портретного сходства. Так и не добился. Кстати, она увидев вариант последний, она окончательно сказала, я себе не узнаю, на что он, хотя она ему так помогала, вот так взял и брякнул. Ну, гений. Не переживайте, лишь через 15 вы станете именно такой. И даже, говорят, холодок какой-то прошел после этого. Но потом помирились, и трудно давалась эта работа, потому что обычно для портрета ему хватало буквально пары сеансов, вот как и Ренуару. Это были те художники, которые очень-очень были плодовиты и очень быстро писали. Тут он бился три месяца, измучил Гертруду требованием позировать снова и снова, бросил, не доделав, потому что суть ускользала. И вдруг через несколько месяцев вернулся к этой работе, поняв, что ему нужно было передать на холсте, сильный характер, стаин, ум и вместе с этим, увы, пронзительное одиночество. В общем, прекрасный портрет. Кстати, именно она потом собрала значительную коллекцию, значительную коллекцию его работ. И вообще можно много говорить о том, как они общались, и как она ему, как молодому художнику, помогала. Ну, надеюсь, вот это была такая своеобразная, своеобразная такая форма. Спасибо. Хотя ей портрет ужасно не понравился. И, наконец, Ван Гог и его кипарисы. Я всегда подхожу очень близко к этой картине. И, как мне рассказывали, тогда перевозили, знаете, сейчас, если ставят какие-то рамки, то тогда просто перевозили. Там даже есть такие следы на кипарисах, вот, перевозки. Но все равно от этого картина хуже не стало. Кипарисами художник был буквально одержим. И вот это пшеничное поле с кипарисами, которая обошлась в Метропольном музее, и 57 миллионов долларов заплатил последний владелец. Это удивительная картина. Начал он ее писать, когда находился в лечебнице, Сен-Поль-де-Мазоль. Он смотрел из окна клиники и писал то, что видит. Пшеничное поле густое, волнами. Небо тоже густое, осязаемое. Он выписал его цинком, а не белилами. Матовые оливковые деревья и взмывающей свечой к этому густому небу кипарис. Позже, когда ему стало лучше, ему разрешили выходить. Он закончил картину уже на пленэре. Всего он сделал несколько копий. Одну из них он послал в подарок матери и сестре. И вот в 1993 году сменив энное количество владельцев, кипарис оказался у нас здесь в Метрополитном музее. Опять же, за 57 миллионов долларов купили. Такое, конечно, даже в горячечном сне гению Ван Гогу не могло привидеться. Конечно, не успела я вам рассказать о Гои, мальчике в красном. Ну, конечно, тоже шедевр. Я очень люблю Джона Сингера-Сарджента, хотя, возможно, для кого-то это не самый лучший художник. Великолепные полотна Сезана. И мой любимый Ренуар. И даже Илья Ефимович Репин здесь представлен, но нельзя объять невозможное. И я надеюсь, кто из вас увидел эти картины, найдут их в Метрополитен музее и потратьте какое-то время, отправьтесь со своими детьми, родственниками, ближайшими знакомыми, соберите компанию и один раз пойдите не в ресторан, а пойдите в Метрополитен музей. Ну, здесь у меня уже пошли какие-то учительские лекции. Вам решать наслаждайтесь городом Зеленого Яблока, городом, который называют столицей мира. До встречи. Песни, которые мы любим. Песни, которые мы вспоминаем. Песни, которые живут с нами. Программа Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой.